Привет всем зрителям! Здравствуйте и добро пожаловать обратно в самое темное подземелье на телеге. Короче, смотрите. Ютуб. Я вас всех так люблю, мои зрители на ютубе. Вы меня уговорили, я почитал ваши комментарии. Я, кстати, читаю все комментарии абсолютно, которые есть на ютубе. Я отвечаю редко, но будьте уверены, я все-все-все-все читаю, за всеми слежу. Я и тебя, я видел твои комментарии. Ты, кстати, уже забанен. Ты знаешь, о ком я говорю. На ютубе классные баны, там когда банишь, короче, тебе даже не пишут, что тебя забанили. Ты продолжаешь писать, а никто их не видит. Ладно. Ну, по счету всех остальных, спасибо большое вам за поддержку. Мы действительно возвращаемся в... Мы действительно возвращаемся во второй Darkest Dungeon. И я решил, что и зрителям нравится, и мне игрушка все-таки нравится. Поэтому, знаете что, давайте играть, давайте проходить. Я вам обещаю, мы ее пройдем. Медленно, но верно. И все-таки, что вот... Не говори про второй Darkest Dungeon и все его проблемы. Он другой. Он отличается от всех остальных рогаликов и отличается от первого Darkest Dungeon. И это хорошо, это интересно. Я хочу посмотреть, я хочу попробовать поделать какие-то свои билды прикольные. Так, чтобы, может, и вам было интересно. А может, вы у нас в прохождении, вот в моем руинистическом нубском прохождении, увидите то, чего не видели ни у кого другого. Да, сейчас я как сделаю какую-нибудь билдную ересь, которая будет работать. Или не будет. Ну, в общем, что-нибудь сейчас придумаю, и вы вот такое тут увидите. Ух, никогда вы такого не видели, а вот тут увидите. Так. Мы отправляемся в путь. Мы тут, по-моему, все сделали, по-анлокали, и поэтому... А, ну это у нас просто список предметов. Мы отправляемся в путь, да. Погнали. Погнали. Будет ли гайд? Вот, сделаю гайд по Дарк из данжену. Как заруинить, так, чтобы было интересно. Вот, так что погнали. Глава первая. И я решил, что раз игра сделана так, что... Ты не должен, в принципе, с первых забегов все проходить и побеждать, а игра рассчитана, как и первый Дарк из данжен, что ты будешь фармить и прокачиваться, давайте так и будем делать. На это и расчет. Вот, то есть у нас стоит задача пройти как можно дальше. И чтобы пройти как можно дальше, именно вот так мы будем составлять компанию и команду. Так, давайте смотреть. У нас новый герой. Беглянка. Бонни и Клайд. Что она делает? Ага, она может работать на передней позиции. Атаковать огнем. Вскрытность переходить и помощь делать. Но мне надо ее навыки посмотреть, ребят. Я, честно говоря, вот вообще, по-моему, в первом Дарке ей не играл никогда. Поэтому не знаю, что она делает. Так, впереди она может бить ударом огня. Ага, накладывает огонь, если цель под меткой. Ну, метку-то еще надо наложить, поэтому сейчас подумаем. Так, искра светлячка. Это атака с дальнего боя. Ага, накладывает огонь. Угу. Тоже. Ну, это как бросок этой бутылки доктора, только по задним позициям. 2-4 урона поджигает. Ага. Дымовая завеса бьет дальним боем по первым трем позициям, накладывает метку и слепоту. А, ну она сама метки умеет накладывать. Слепота, это очень хорошо. Это очень хорошо. И у нее есть побег в тень. Она просто получает невидимость. Ага. И назад перемещается. И свет очага снимает невидимость. Ну, получается, что мы ее либо используем как бойца... Ну, она боец поддержки. Полноценный такой, да? Либо... Вперед я ее что-то не хочу ставить. Мне кажется, слабоватые у нее скиллы. Давай ее поставим на... Ну, логика подсказывает четвертая позиция. Ей без разницы. Четвертая, третья для нее одинаково. Просто одинаково, да? Ну, пока станет на четвертую. Так, чат еще говорит, наемник новый есть. Но... Мы же не можем наемника нанять. Чат, наемник не нанимается. Он в этом. И он только в таверне может быть. Так что ждем. Он в посредине забега присоединяется к команде. Так. Ну, всеми остальными мы уже играли. И я сейчас соберу нам сильную команду. Мой самый любимый герой из всех, наверное, Бористан. Он так хорош, ребят. У него вот мейн скилл атакующий прям офигенный. По трем целям бьет очень хорош. У него есть лечение стресса. Прям вообще супер. У него щит хороший. У него резкий выпад, который вперед. Его, если с позиции сменят, он может переместиться. Вот, единственное, что вот это впереди строя, я за него не использовал. Ну, может пригодиться. Короче, я его беру к нам как так. Кто мне больше всего понравился на второй позиции? Честно говоря, наш старый знакомый Дисмос, по-моему, это то, что нам нужно. По-моему, он очень-очень хорош. Так что, давайте просто возьмем его много урона. Хотя, конечно, скучный билд получается, но пофиг. Пофига. Никак не могу попасть на стрим по Пеглину. Времени нет. Я посмотрел большую часть видео по Пеглину, и теперь буду звать тебя Варлок Назера. Ибо твой принцип, все или ничего. ПС, я еще нигде так часто не слышал фразу, Вы что, хотите жить вечно? Вы что, хотите жить вечно? Джейс Визерен, спасибо большое за донат. Спасибо за 32 сердечком. Рад. Добро пожаловать на стрим. Я не знаю, будет ли сегодня Пеглин. Посмотрим. Посмотрим. Но Пеглин точно будет. Рад, что тебе нравится. Добро пожаловать. Добро пожаловать к нам. Посмотри, и Darkest Dungeon пока что нет. Нет, Пеглина. Но тоже, тоже хорошо. Хорошее дело. Так. Пеглин так хорош. Так, смотрите, смотрите, смотрите этот. У нас вот есть Димон. Тисмас Димон. Он, кстати, может и со второй, и с третьей позиции работать. Честно говоря, ему вообще без разницы. Ему главное на первой позиции не стоять. Ну, хотя он может стоять, но надо будет, чтобы тогда Борила кидался вперед выпадом и становился вместо него. Вот. И давайте на третью позицию. Ну, без лечилок я не пойду. Поэтому выбор между Висталкой и Доктором. Я буду честен. По-моему, Доктор выигрывает у Висталки. Доктор, доктор, полечите меня, доктор. Да, доктор лучше. Вот мое мнение. Висталка, что-то мы попробовали ей играть. Хотя мы ей анлокнули новые скиллы, да. Мы ей анлокнули служение, которое снимает дебафы. И ближнюю атаку. Ну, ближнюю атаку... Я даже не знаю, вроде как не планирую особо играть. Но мы, типа, из нее танка можем сделать. У нее будет два ближних скилла. Ну, давайте не будем с этим заморачиваться. Давайте... Давайте возьмем просто Доктора на третью позицию. И Доктор на третьей позиции у нас сможет использовать удар кинжалом. То есть у нас, получается, есть яд. У нас есть кровотечение. И у нас есть огонь. Полный комплект скиллов. Вот. И лечилка. Главное, что лечилка есть. Хорошая. Мне эта лечилка Доктора больше нравится, чем висталки. Так. Ну, вроде как мы готовы. Я вот смотрю, нет ли у нас проблемы с какой-то позицией врага. По третьей позиции вроде могут много кто бить. По третьей позиции у нас... Два бойца бьют. Ага. Только два бойца бьют на третью позицию. А нет. Да, да, два. Ну вот будет проблемка, да. Ну ладно, пофиг. По последней можем, по первым двум можем хорошо бить. И вот эти двое будут бить по третьей, если нужно. Все. Хорошо, хорошо. Погнали, погнали. Чат говорит еще купить припасы, но вроде бы нельзя же. Давайте посмотрим скиллы. Я вот тут никогда не смотрел. Так. У нас у Баристана баланс танцора. Сопротивление движению получает при перемещении врагом уклонение с 15%. Ну и плохое сопротивление болезни. Ты что угодно найдешь в пограде. И у тебя жестокость. Плюс 10% урон. И шанс получить слабость при получении урона. Ну, кстати, не так уж плохо. У доктора алкоголизм и стойкость. О, если мало здоровья восполняет себе этот стресс. Стресс. Неплохо. А ты у нас что? Накладывай. 5% шанс наложить оглушение в ближнем бою. Ну, пофиг, да? И если кровотечение у нее, то она получает стресс. Ага, ну ладно. Она будет лечить кровотечение. Ну все, готово. По-моему, этот... По-моему, купить всякие штуки от кровотечения и можно только в... Можно только в первой таверне. И я еще будем использовать, короче, хитрую тактику. Я буду тратить все деньги в ноль на всякие штуки от кровотечения, от отжогов, от... Что там еще есть? Я, да. Буду закупаться на полной программе. Чтобы у нас не было руины. Так, хорошо. Отлично. Первый бой. Вдова. Тормозит вдова. Вдова, лесник и мелкий чувак. Ну, тут, по-моему, вдову надо сносить первую, да? Потому что она накладывает дебафы на стресс. А нам такое не нужно. Нам такое не нужно. Разве с лечением на кровоток не лучше ли был оккультист? Лучше. Ну вот, чат опять... Давайте. Давайте я заново начну прохождение. Удалю сейв. Мы начнем заново и анлокнем вместо вот этой, вот, например, оккультиста. Я не знаю. Я только что выбирал же героев. Чат уже начинает. Все. Да, вот не читай, а играй. Это, наверное, хорошее замечание. А то... Много идей. Так, давайте попробуем снять первой вдову. Давайте тогда дальним выстрелем. Или может вот этого чувака снять. У вдовы 13 здоровья. Но мы во вдову можем двумя персонажами бить. Но доктор, наверное, будет у нас накидывать слепоту, да? Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Доктор может накинуть слепоту. Ты можешь ударить сюда. Ты можешь ударить сюда. Но мы, наверное, тебя не снесем, да? Потому что два персонажа у нас не хватит урона. 3-6 и у тебя там мало. Скорее всего, она вышибет с копеечками. Тогда давайте сделаем по-другому. Давайте тогда бить первую цель. По первой цели у нас бьют 3 перса. И этого должно хватить. Давай вот так вот ножом тебя. Ху-тыщ на 7. Хороший урон. Красивый. У тебя остается 6. Доктор. У доктора есть кинжал. Хотя нет. Давай доктором слепоту кинем. Я же собирался слепоту кидать. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Потому что слепота бьет двоих, включая большого. Вот так вот. Доктор слепоту накидывает. О, промах. Слепота работает. Отлично. А теперь беглянка. Что у тебя есть интересного? Ты тоже можешь накладывать слепоту. Но по большей части ты будешь просто поджигать. Поджог нам, наверное, стоит начать стакать на большого чувака. Но с другой стороны, чем раньше мы несем вот эту, тем лучше. КОНЕЦ Прошлый донат не прошел. Так что повторяю свою искрометную шутку. На железную ногу этого не хватит. Так что держи на WD-шку для железной ноги. На WD-шку, чтоб не скрипело. Мадж, спасибо тебе огромное за 100 евро. Чат, будьте добры, меньше чем 3 для Маджа. 498 Мадж, он есть в чате. Мы его видели, мы его знаем. Он вот там вот сидит. Ловите его. Спасибо тебе огромное за гигантскую поддержку. Вот он, вот он, чат. Ловите его, меньше чем 3. Спасибо тебе огромное. Просто гигантская поддержка. 100 европейских денег. Это очень-очень много. Я очень-очень ценю. И как раз, когда железную ногу намазать хорошей WD-шкой, чтобы не скрипело. Спасибо тебе большущий. Огромное-огромное спасибо за... За твою поддержку. Очень-очень щедро с твоей стороны. Знаешь что? Это победа для тебя. Окей? Я сегодня настроен... Ну, я не то, чтобы настроен прямо побеждать. Потому что я хочу, во-первых, получить удовольствие от игры. И я надеюсь, ты тоже получишь удовольствие от просмотра. И вот. Я не знаю, что еще сказать. Огромное тебе спасибо. И... Это победа для тебя. Да. Погнали. Мы сейчас победим. По-моему, технически победить в забеге нельзя. Но мы успешно его пройдем. Закончим. И в какой-то момент вернемся на базу. И это будет считаться победой. Окей? Дарк из Данжини, по-моему, так побеждают. Как-то так. Так что... О боже, я два года ждал этих слов. Это победа для тебя. Погнали. Так. Бористан. 4-7. 5. 5 нанес. Ладно, почти. Почти он старался. Промах. Слушай, слепота работает вообще как часы. Доктор. Так, хорош. Доктор очень хорош. Так. У тебя осталось один здоровье. Ну, классика. По-моему, у этого мелкого нет защиты от смерти. Так что его выгоднее всего ударить доктором, да? Чтобы доктор наложил кровотечение и его добило кровотоком. Соответственно, мы попробуем добить вот эту вот подругу выстрелом из пистолета сейчас. Три урона. Нормально. На ней три кровотечения. А доктором, да, мы сделаем удар ножом сюда. Молодец, доктор. А, ну да. Ножом не обязательно было бить. Давай искру теперь на тебя. Четыре плюс шесть. Поджога. Ты тоже. До свидания. Остался один большой чувак. И большого чувака мы можем... Ну-ка, 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 ну-ка. Что еще раз делает оцепенение? Откладывает следующий ход на конец раунда. Нам такое не надо, да? И здесь, честно говоря, мы можем сделать просто крепкий щит, чтобы он не нанес нам урона. Типа, торопиться некуда? Сделаем щит. И пускай он старается пробивать. О, кровотечение, да? Кровотечение мы можем, кстати, легчайшим образом снять лекарство. Ох, у нас доктор так хорош. Так, чат говорит, еще камера закрывает. Да-да-да-да-да-да-да-да. Стримеру надо переехать вот сюда. Точно. Так, а теперь просто бьем. Без всяких танцев с бубнами. Обычные удары. Крит. Молодец. Молодец, Бористо. Так, хорош. Стоп. Искрасфит для очка. А, она бьет на три позиции. О, так она больших чуваков будет доставать. Я, кстати, думал, что наша беглянка... Когда... Ну да, если впереди будет маленький враг, У нее будут проблемы, да. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Стоит ли нам поставить метку на него? Может быть, тогда Бористан полечится при ударе. Но, по-моему, выгоднее просто добить крит на 13. Вообще класс. Вообще хорош. О, щиты работают. Снова кровотечение. Ничего страшного. Мы снимем это. И давай еще глубокий разрез. Сейчас мы его добьем. Сейчас мы его добьем. Можно щит снова поставить. Но, по-моему, нам должно хватить урона. На тебе три крово... Три огня. У тебя защита от смерти всего лишь 25. И у тебя пять здоровья. Значит, кинжалом. Три-шесть урон. Порог смерти. Кровотечение. Плюс огонь. Должны затащить. Должны затащить, по идее. Все. Хороший бой. Отличный бой. Да. И у нас есть валюта. Всю валюту я сейчас в таверне буду тратить на закупку всяких лечений. Так, а что у нас светится? Стой, 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 стой. А что у нас герои светятся? А, у нас есть вещи. А, это то, что мы по-анлокали. Так, знак спокойствия. Не приходящая вещица. Получает, когда по герою попадают. Если цель с оглушением, два здоровья. Так, подожди. Если твой герой в оглушении, и его бьют, он лечит два здоровья. Хорошо. Так, когда сопротивляется оглушению, получает хорошую метку. Когда сопротивляется круглой штуке, добавляет хорошую метку. Круглая штука от сопенения. Окей, это надо на танк оставить. Самое то. Каменный конь. Дальняя вещица. Конец хода. Щиты преображаются в крепкие щиты. Получает, когда промахивается, если сам герой первый в очереди. Плюс один слабости. Окей. Так, ну тоже логично для Бористана дать щиты превращаются в усиленные щиты. Ну а промахиваться он, наверное, будет редко. Надо будет от слепоты защиту купить. Ну вообще, конечно, получается конь имбы. Конь очень сильный, наверное, должен быть. Так, а что у нас еще есть? А, у нас здесь что-то можно поставить. Бодрящий напиток. На одну цель дает сопротивление смерти. На пороге смерти дает скорость и криты. Ага. Ну это надо брать. Давай. И граммовая граната. Перемешивает врагов и с шансом 25% оглушает. Так, давай это пока доктору дадим. И буду... И все боевые предметы вот такие с оглушением буду прям спамить. В боях тоже сэкономить их смысла нет. Куда мы их с собой заберем? На тот свет? Погнали. Так, все. Мы в таверне. Здесь нам нужно первым делом прокачать навыки. Окей. Так, мне очень нравится обилка Бористана, которая стресс лечит. Она прям такая крутая. И она снимает слабость. И возможно, часто Бористанам будет выгоднее снять слабость союзника, чем атаковать. Правильно? Плюс лечение стресса всегда хорошо. Всегда, всегда, всегда хорошо. А, и уязвимость она снимает. Да, да, да. Так что я думаю, его мы прокачиваем точно. Прям первым делом. Остальное все посмотрим. Так, что у нас еще есть? Давайте посмотрим скиллы новой нашей девушки. Бонни. Так, с апгрейдом у нее становится урон 3-4. И 5 поджигания. Ого. Так, знаете что? Урон атаки повышается на 50%? Почти. Окей, минимальный урон. Но главное, 5 поджога. Это намного сильнее, чем 3 поджога. Прям в разы. Тоже на 50% почти. Так, что у нее еще есть? Дымовая завеса у нее слепоту накладывает. И уязвимость начинает накладывать. Побег в тень начинает ее лечить на трешку слабенько. И... Свет очага... Ммм... Снимает союзника в слепоту. Тоже все интересное. Ну, я ей прокачаю огненный бросок. Так, еще 3 скиллпоинта осталось. Ну, Димон вообще-то и так сильный. Хотя урона много не бывает, да. Но если Димону что-то качать, то это... Наверное, вот эти его 2 атаки. Чтобы он просто кучу дэмэджа наносил. У Доктора лечилка, конечно, становится очень хорошая. Потому что она начинает снимать с самого Доктора дебафы. Одновременно с союзником. Что тоже актуальное. Хорошая, нужная вещь. Ммм... Так. Так, 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 так. Ну, давай, наверное, лечилку Доктора вкачаем. И еще остается двоечка. Ммм... Вот я думаю, что мы чаще всего будем использовать. Ну, наверное, ядовитую гранату мы будем часто использовать за Доктора, да. Большие шансы. Вот у нее тоже урон вырастает хорошо. На 50%. Опять же. Я думаю, это то, что нам нужно. Ядовитая граната Доктора. И что мы... Вот тут... Надо тебе тоже что-нибудь вкачать. Либо выстрел из пистолета. Либо удар ножом. 6-9 становится урон ножа. И был 4-8. А здесь был 3-6. Становится 4-8. У пистолета. Ну... Наверное, и то неплохо. И то, и другое неплохо. Ну, давай, давай глубокий разрез пускай будет. Все, готово. Еще чат говорит. Наемника посмотри. Так, а где у нас наемник? А где вы наемника увидели? Это конец похода. Это школа закалки. Это каретная мастерская. Но мы тут ничего поставить не можем в карету. У нас ничего нет. Плакат над камином. А, наемник. Ага. Наемника можно привлечь в вашу группу. Он будет сопровождать вас один регион. Его гонорар. Четыре свечи от суммы, заработанной за этот поход. Выберите героя, который встретит вас в следующем трактире. Ну, давайте. Давайте нанимать наемника. Давайте вместо кого тогда? Надо было кого-то не прокачивать, ребят. А что наемник делает, я даже не знаю. Ну, логично. Он, наверное, боец. Да. Слушайте, я лучше его на попозже отложу наемника и найму его в следующем трактире. Например, когда у нас будет посложнее ситуация. Или может кто-то... Может быть, кто-то много стресса получит. Да, и на можно будет отправить. И забрать. Если он будет. Потом не нужно. Он попадается раз за забег. Мы до следующего трактира, наверное, и так заедем. Окей. Ну, чат говорит, что наемник очень редкий. Ну, ладно. Я тогда дисмос оставлю дома. Да. Димон тогда дома остается. Или эту поджигательницу оставить дома. Знал бы я, что наемник умеет. Ну, наверное, он со второй и третьей позиций может работать. Если что, мы можем на третью позицию поставить дисмос, а он, типа, пистолетчиком будет. Ну, давайте. Тогда мы тебя оставим. И наймем наемника. О, Гордон. А, его нельзя катять. Наемник уже, говорят, освоил все навыки. Так. Ладно. И пошли в лавку. И я нам обещал покупать вещи и не зажимать деньги. Давай нам лекарство от яда. Это мы берем. Мазь от ожога. Берем. Ладанум. Снимает проклятие, которое на боевой дуг. Берем. Что у нас еще есть? Что у нас еще есть? предмет трактира сопротивление оглушению до нового трактира давай бутылка виски на две цели дает шанс хороших отношений давай так что у нас тут еще есть железный фонарь уменьшает расход пламени в пути ну тут я ничего особо а вот тут есть талисман от остроты плюс 15 процентов урона минус 3 скорость давай возьмем его тоже и давай еще защиты от яда куплю тут и какое-то сияющее пламя 4 плюс 25 процентов максимального здоровья плюс 15 процентов шанса решимости плюс 5 процентов шанс улучшить отношения против кого космиконов 33 процента урона 25 процентов сопротивления этому как она называется стрессу и мин меньше расход пламени в пути ну чат говорит что это легкий режим из первого дарка станшина но типа и групп все равно не пройти до пламя качается от каждого провала ну надо его покупать или нет пройти чего можно вот прям взять часы всех боссов пройти все пять глав с вот этой командой ну даже не знаю до пламя бесплатная я беру не знаю чат как вы а я беру когда нам бесплатное пламя дают вы надо как-то экипировать или что так мы хотим при парка ясности мы хотим сопротивление оглушению дать ну давай нашему димону и у нас есть бутылка виски пускай баристан дипоном выпьют о хорошо хорошо так я еще хотел димону дать вот этот рог на увеличение урона о меньше скорость но пофиг на скорость главное что урон есть так ну и это давай давай еще тебе выдадим лекарства от яда а доктору мы доктору мы дадим лекарства от ожога а наемник держи тебе держи тебе ну пускай у тебя граната будет да а вот скиллы наемника можно посмотреть так награда за голову с первых трех позиций бьет бьет по первым целям ого большой урон 8 12 и еще больше урона под меткой это собственно он метку и уязвимость может ставить приманка притягивает к себе цели ставит метку железные рогульки накладывает кровотечение на задние цели и там дебаф на скорость навешивает ага понял и световая граната у него перемешивает цель накладывает дебаф и оглушает когда под меткой ну ему третья позиция прям отлично подходит он там все может использовать главное его не забыть поменять местами с доктором все пошли дальше так и путь самое пекло минус 20 сопротивление огню но в свете надежды надо держать силу пламени на 40 40 и выше а чат говорит свет на телегу надо одевать окей свет на телегу о продолжить телега светится так и у нас здесь чернолесье зов могилы минус 10 сопротивление смерти торг неуместен награда кровавая подвеска плюс 66 сопротивление кровотечению ого ого ну честно говоря я не знаю как держать пламя выше 40 и не уверен что у меня получится поэтому мне кажется проще поехать вот сюда в чернолесье мы просто не пойдем к барахольщику и получим крутую подвеску в награде давай сюда вот поедем все я готов погнали поехали в путь привет сова чат говорит есть предметы на пламя а у меня есть предметы на пламя так нам вот этих ребят надо поменять местами ага 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 мы готовы так и задача не посещать барахольщика барахольщик сразу слева так не едем налево едем прямо там будет награда и остановка даст свечу отлично поехали туда а хотя потом там будет логово а логово нам не нужно ну ладно пофиг поехали свечу будем зарабатывать так матч говорит в ивентах может вроде можно получить пламя а точно ты прав когда там беженцев встречаешь или еще чего да точно 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 отобрать у крестьян я думал они поделись делятся опа заблудший батальон здорово бандиты так баря предлагает драться димон с ним вместе говорит давай ну и доктор тидж говорит бежим не 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 давайте давайте драться я выбираю тебя поехали так ага 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 ну этих ребят мы уже встречали только с арбалетчиками я не уверен что они делают да арбалетчик мы видели только одну атаку накладывают кровотечение окей наемник пошел он такой здоровый смотри он даже выше чем этот чем баря или шапка у него такая длинная просто здоровенный чувак да да у него все скиллы улучшены даже граната улучшена ну давай гранату в них кидать да на держите гранату вспышка одного оглушили я надеялся что мне арбалетчиков вперед поставит а его наоборот отодвинуло назад ну и руина ладно награда за голову 8-12 урон ну можно метку поставить конечно тоже вариант а это на одну цель да с другой стороны у них а я только первым двум позициям могу бить да хотелось бы первыми сносить арбалетчиков у них щитов нет и мы можем достать до арбалетчика на третьей позиции сразу несколькими бойцами так что знаете что давай вот ему метку поставим сейчас опа теперь у него уязвимость и метка и сейчас мы так сопротивление отравлений у них 30 процентов можно еще слепящий глаз слепящий газ в смысле накинуть давай давай слепящий газ пускай две слепоты это выгодно если они конечно срабатывают но если не срабатывают то не очень выгодно так и мы хотим бить выстрелом по вот этому арбалетчику на комбо он оцепенел и сокрушением по нему на нем все еще уязвимость хотя вот эти чуваки что первые две цели бьют да логично вообще то сейчас сыграть крепкий щит барей потому что оба мечника бьют на первую позицию на первые две позиции поэтому оба удара должны прийтись прийтись в щит ну арбалеты достают наемника с другой стороны нам пофиг на наемника да я имею ввиду мы конечно ценим сотрудников в нашей корпорации но я аж микрофон заплевал но с другой стороны я имею ввиду так токсичный газ нам выгодно кидать на чуваков со щитами потому что потому что вот так вот потому что на яд щиты не действуют настя привет ого 10 урона варлок кто-нибудь говорил тебе комплимент по поводу бороды круто сделал очень аккуратно спасибо нет никто не говорил сегодня чат только говорил когда бороду сбреешь и все и все с вами же еще и говорили так давай давайте стрелять в этого чувака 6 урона неплохо так здесь здесь у нас щиты имбы пошли и барян у кого раболетчиков сопротивления смерти нет отлично отлично тогда добиваем или еще щиты ставить не знаю вроде как хочется добить раболетчика но поставить щит который 75 процентов урона блочит вообще неплохо вообще неплохо было бы я думаю я думаю и мне кажется что щит правильный выбор без шуток типа наши бойцы и так справляются пока а не поняла где щиты а ну да я забыл посмотреть тут какой-то вот дебаф висит не может получать щиты два раунда уже такое было я забыл про это дело так железные рогульки давайте накинем на этого чувака кровоток его должен добить отлично мисплей со щитами тут ничего не скажешь ну как мисплей было бы конечно замечательно если бы эти дебафы как-то более ярко были написаны типа над головой персонажа например или еще где-то чтобы точно ты не пропустил конечно не эстетично но зато точно не перепутаешь так ты давай стреляй по арбалетчику димон у нас будет основной дамагер и он будет арбалетчиков сейчас у меня отстреливать план такой и мы можем кстати притянуть арбалетчика крюком вперед и добить его а ну-ка иди сюда а ну-ка иди сюда и метку ему О, и если Баря его ударит по метке, Баря еще полечится Шик Так, лечилка пока не работает, поэтому давай токсичный газ дальше тебе накинем еще Если он прокнет, тебе хана, на тебе 12 яда Теперь ты ходишь и бьешь Да, эта атака восполняет 10% здоровья по метке Плюс 5, отлично Чудесно А, ты на пороге смерти, да-да-да-да, ты живучий у нас Ты живучий А сколько у тебя сопротивления смерти? Ноль, понятно Значит, тебя можно не трогать, у тебя кровоток Так, 26 здоровья, кстати А лечилка у доктора срабатывает На 50% Окей, доктор может полечить Барю Давай пока световую гранату я тебе кину Чтоб ты немножко отдохнул И успокоился Вот, и мы полечим Ох, какая хорошая лечилка у доктора, вообще класс Вот теперь можно добивать спокойно Кинжалом раз И в теории мы хотим добить Баристана Если получится А, ну нужно именно добить, а не на порог смерти, да, поставить Промах Ха, промахнулся Чтобы стресс снять По идее Баристан должен постараться добить Но, я думаю, слишком долго ждать Давайте не будем выделываться Это целый ход пришлось бы пропускать Кто вешает дебаф, не может получить щиты Хороший вопрос, кстати В следующий раз будем с этими чуваками Драться и почитаем их скиллы Да-да-да-да-да-да Так, ну лут пошел Смотри Цыпется Золоченый череп Малый Сопротивление Есть сопротивление этим Стрессу Сопротивление смерти Но Меньше сопротивление дебафам Прикольно И штандарт твердости Дальняя вещица Каждый герой в начале боя Получает щиты С вероятностью 33% Но Когда промахивается Если сам герой Первый в очереди Получает Слабость Так, стой Первый в очереди Это В смысле значит Что стоит на первой позиции Просто я вот сейчас думаю Если мы это дадим Доктору То Где минусы Любовски Доктор никогда Впереди стоять не будет Ну Только если его туда не перемешают Получается Эмба Ну и защита От Стресса И сопротивления Смерти Ну Давай Наверное Это дадим Тебе тоже Вот так вот Ага Первый в ходу Первый в очереди Хода Хорошо Давайте посмотрим Скорость Наших героев Где у героев Шкорость Где у них тут Кто у них Самый быстрый Состояние Так Часы под персонажем Ага Ага Вижу Так Пять Базовое Значение Два Два Три Четыре Тогда доктору Это как раз Не нужно Это нужно Дать О У нас есть Комбо Это нужно Дать Разбойнику А у Разбойника Стоит шмотка Которая делает ему Минус три Скорости Во Тогда мы с него Вот это снимаем И даем ему Это Потому что он Первый ходить Не будет Как раз доктор Будет у нас Первый ходить И ему мы даем Пока что Вот эту штуку А наемник Ничего не заслужил У наемника Есть какой-то Трэш Который дает Пять процентов Шанс крита Но меньше Лечения Получаемого Пускай он сам Такую фигню Таскает Я это одевать На других Своих ребят Не собираюсь Так Мы сейчас получим Очко омерзения На дороге Не знаю Что делают Очки омерзения Усложняют игру Вроде как Чат говорил Ну каким образом Непонятно А Вот написано Омерзение Плюс 10% Расход пламени Плюс 20% Шанс Преимущество Врага В начале боя Окей Все Ясно Понятно Просто Надо было прочитать Теперь Мы знаем Что делает омерзение Ничего удивительного Цитадель генерала Опять Опять тот самый Мужик С деревом Я уже не могу С ним драться Чат Я не могу С этим мужиком Драться Я Мы в третий раз подряд Не можем умереть Да На него Не надо Окей По идее Если ты будешь Бить корень Два раза за ход То выиграешь Окей Бить корень Два раза за ход Подождите Могут У меня Есть у меня Два героя Которые бьют Но у меня Есть доктор Который Может кидать Гранату У граната Раз в Гранаты Кулдаун Наемник Может кидать Шипы И стрелок Может стрелять Кстати Тоже Из пистолета А кто Дамажить Будет Тогда Баря Да он Будет Пять тысяч Лет Выносить Единственный Шанс Как снести Большого Чувака Это Настакать На него Яда Или Кровотечение Обычными Атаками Мы его Не убьем У него 200 ХП Поэтому По моему Ну и Кровотока И у нас Ничего Из этого Сейчас Нет Так что Я думаю Нам не стоит Это делать Так Ладно Давайте Прочекаем Кто накладывает Этот дебаф Вот Удар истощения Вот это Наверное Оно Да Чат Еще такие Надо читать Скиллы Скиллы Противников Чтобы знать Какие дебафы Противники Накладывают Чат А как Посмотреть Какой дебаф Накладывает Противник Написано Цель Три стрелочки Вниз Ну Три стрелочки Вниз Накладывает Ага Просто Читай Скиллы Врагов Перед Ну Понятно Что Наверное Раз Он дебаф Накладывает На нас В прошлом Бою Накладывали Дебаф То это Именно Вот тот Дебаф Который Запрещает Получать Щиты Но Технически Нифига Тут не написано Что он Накладывает Накладывает Ослабление Спасибо Чат Что бы я без вас Делал Он Накладывает Какой-то Дебаф Какой Мы не узнаем Пока он Его не Костанет И не Запомним Так Ладно Что у нас Тут Тут Слепота Уже На всех Висит Хорошо Ну ты знаешь Я думаю Что этот Бой Не сложный И что мы Хотим Я думаю Что я еще Накину на них Слепоты Запасной Потому что Слепота Еще С этого Чувака Щит снимет А нет Не снимет Я был Не прав Ладно Я думаю Мы хотим Всегда Крепкий Щит Использовать Да Потому что Крепкий Щит Имба У нас Бористана Три Усиленных Щита А вот Наемник Гордон Кстати Фримен А вот Наемник Пускай Занимается Делом Типа 8-12 Урона Опа Минус Один Хедшот Ага И сразу Наемник Схватил А как Ты его Ударил Ты разве Не на первые Две Позиции Бьешь Ну куда Я посмотрю Ааа Удар Истощения Бьет на Три Ага Ну и Вот тот Самый Дебаф Который Не может Получать Щиты Два Раунда Тот Самый Так Ладно Тогда Продолжим Наши танцы С бубном Давай Димон 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 Давай Наверное Стреляй В арбалетчика Сейчас Мы его Хотя Все равно Придется Как-то Снимать Щиты С этих Чуваков Да Нам Особо Нечем Поснимать Другим Но я Думаю Что Димон Пускай В арбалетчика Стреляет Мы его Первым Забьем Крит Ох Какой Блоб Крита Я очень Счастлив Что мы Кастанули Щиты И знаете Что Я по моему Начинаю Учиться Ребят По моему Я начинаю Потихоньку Понимать Вот как Играть Так Рогулькина Кладывает Три кровотечения У тебя Семь здоровья Наверное Лучше Притянуть Его Просто Вперед И потом Баря Может По метке Добить И полечиться Красиво Красивая Комбо Слушай Наемник Сильный Блин Теперь Эти Ребята А есть У нас Что-то Что Снимает Щиты Не Мы Можем Снимать Снимать Этот Уворот Но Щиты Не Можем Так У тебя Метка Ага Ну Давай Наверное Вот Этого На третьей Позиции Пока Токсичный Залп Не Работает Ну Давай Профилактику Костанем Хуже Не Будет Бейте Бейте Моего Наемника Давайте Еще Бейте Его Правильно Так Его Не Умничал Так Давай Притянем Вот Этого Парня Вперед Иди Сюда И Теперь Мы Можем На него Токсичный Залп Сделать Хорошо Дальше У нас Баристан Сейчас Может А Уже Не Может Полечиться Да Метку Сняли Ну Хотя У Баристана И так Почти Полное Здоровье Вот Они Прикопались Чат Говорит Что Это Рандом Я Не Верю Вот Я Костанул Щиты И Эти Два Чувака Уже Третий Ход Спамят На Гордона Свой Скилл Вот Этот Скилл И Тупо Игнорят Двух Первых Бойцов Я Че-то Не Верю В Эти Случайности Я Думаю Чат Что Это Все Заговор Я Думаю Что Подкручено Да Просто Просто Не Повезло Ну Да 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 Конечно Конечно Повезло Говорят Так А Лекарства Не могу Костануть У тебя Слишком Много Здоровья Надо Тебе Приболеть Немножко Так Ну И ты Можешь Добить Его А ладно Пускай Добивает Ну И все Эти двое Ребят Сейчас Упадут Поэтому Нет смысла Их Бить А хотя Если б я Добил То Может быть Мне стресс Бы полечило Да В первом Даркест Данжене Точно Когда киллы Делаешь Стресс Лечит Так Предлагают Нам К следующему Бою Идти Или Сбежать Следующие Награды 8 Реликвий 8 Медалей Что Фигня Какая У тебя Тоже Персонажи Выживают На 0 Сопротивления Смерти По идее Да По идее Должны Я так Понимаю Что Сопротивление Смерти Всегда Работает Хотя Б Один Раз Так Карпирник Скорейшего Те Выздоровления Зафигеть Ты не бросил Даркест Анжен 2 Очень Этому Рад Она Довольно Душная Но По своему Прикольная Давно Тебе Не смотрел На стрим И Сейчас Заболел Скорейшего Тебе Выздоровления Чувак Желаю На босса Бить Не будем Поэтому Нет смысла Драться Я Согласен Есть Смысл Идти На второй Бой Только Если Мы Будем Бить Босса Потому что За второй Бой Награда Очень Плохая Типа За 8 Монеток Жертвовать Героями Здоровьем Героев Не Стоит Вот Вещицы Там Давали Это Был бы Другой Вопрос Так Здесь Сейчас Будет Перекресток Нам Нужно Налево Там Дадут Свечу Там Будет Бой С Вещицами И Потом Будет Еще Свеча А потом Неизвестно Что А потом Светилище Раздумий Да Точно Идем Налево Потому что Нам Нужно Героев Качать Все Значит Нам Все Ремя Налево 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 Оу Я Завтыкал Собирай Крянь Цели Героев Просто Кто-то Хочет Добить Босса За Доп Свечки Норм Босс Убьет Нас Босс Убьет Нас Мы же Только Что Обсудили Что Босс Этой Патькой Будет Непроходим Потому что У нас Нет Скиллов Которые Стакают Статус Эффекты На него У него 200 ХП Чтобы Снести Ему Обычными Атаками 200 ХП Если Два Героя Будут Бить Даже Каждый Ход Они Наносят Там По 10 Уронов В среднем С критами Это 10 Ход Это Если Твои Герои Будут Только Атаковать И Больше Ничего Делать Не Будут Это Безумие Он Нас Несет За 10 Ходов Или Предлагают Драться А Доктор Как Всегда Ну Баню Валим Отсюда Не 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 Боря Мы Тебя Поддерживаем Молодец Борис Привет Будут ли Другие Игры Это На Весь Встрем Посмотрим Я Пока Не Уверен А Тут Большой Чувак Епископ Так Епископ У Нас Я Точно Не Помню Что Он Делает По Моему Он Воскрешает Их Да Он Типа Нек Некромант Поэтому Его Надо Валить Первым Он Накладывает Дебаф По Моему Сильные Если Я Правильно Помню Поэтому Мы Сейчас Его Будем Фокусить По Полной Программе Так Как Нам Его Как Нам Его Снять Можно Взять Точный Прицел Димоном И потом Критануть Его У него 22 Здоровья Или Можно Поставить На него Метку И Потом Дать По нему Удар Кинжалом Но Это Не Сработает Потому Что Ты Бьешь Точнее Не Кинжалом А Вот Этим Ударом По Первой Цели Крюк Ставит Метку Сам Ага 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 Ну метку Если Ставить То Лучше Вот Этим Чуваком Поэтому Давай Наверное Давай Наверное Просто Стрелять В него И не Будем Изобретать Велосипеды Да Просто Полить Будем Доктором Я Наверное Кину Слепоту Первым Делом Это Вот Прям Очень Важно На Этих Двух Чуваков Ну и Боря По Классике Щит Ну да Я думаю Тут Щит Без Вариантов Он Его Всегда Хочет Первым Кастовать Хотя Борис Достает До Третьей Позиции Ага И Теперь Мы Приманкой Подтягиваем Тебя Вперед Да Потому Что Ударить Ничем Не Можем Ок Иди Сюда Иди Сюда Иди Сюда Сейчас Мы С тобой Поговорим Так Борю Прокляли Промах Хорош Отошел Назад На одну Клетку Но Одну Клетку Мало Блин Слепота Такая Крутая Я сильно Недооценивал Слепоту 50% Промаха Технически На дальней Дистанции Это Минус 50% Получаемого Урона Да Так Ну и Теперь Давай его По полному По полной Программе Так И Теперь Атакуем Давай Хоба Хорош Хорош И мы можем Тебя просто добить Да Сколько у тебя Спротивления смерти Его нет А ну тогда Подожди Тогда тебе не надо добивать Ты Все Ты готов 6 яда У тебя 5 здоровья Тебя мы не трогаем Подожди Следующий Ну-ка Иди сюда Опа И метку Поставили Отлично Теперь Теперь По метке Я бы лучше Конечно Ударил Борей Но Полечим 4 здоровья Так-то Вообще-то Неплохо Ну-ка Давайте Попробуем Снимает ли Метка Щиты Прицельная Метка Разбойника Это нужно На На будущее Выучить Ну-ка Попробую Нет Не снимает Ну Потестили Ладно Лучше Знать Заранее Да Как она Работает Бори Кровотечение Понятно Боря Пострадал Можно Снять С него Кровоток Ну Я Думаю А Да Давай Снимем С него Кровоток Зачем Ему Зачем Ему Получать Урон Так 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 Я могу Тебя просто Добить Да Да И все И не надо Изобретать Велосипеды Потому что на нем Метка была Плюс 50% Урона О Боря может Вот сюда Достать И полечиться Отлично Хотя надо было Наверное Щиты Костанов Ну ладно Так Фокусим Вот этого Парня Пистолетным Выстрелом Ну Тут уже Дальше Идет Чисто Уже На самотеке Да Без Лишних Танцев С бубнами Кстати Порог смерти Слабость Накладывает Прикольно И у тебя Спротивление Смерти Ноль Мы тебя Просто Давай Вот так Вот Крюком Добьем И стресс Не полечило Нам Странно Я думал Нам Полечит Стресс Когда мы Добиваем Может Не всех Может Каких-то Врагов Я Не уверен Так Твердыня Пока Не работает Давайте Просто Бить Будем И Все Ты у Нас Под Кровотоком Ну Давай Еще раз Попробуем Порог смерти Ага Ну Да Точно Точно Ну Давай Попробуем Еще раз Добить Может Сейчас Полечит Стресс Нет Не полетила А мы Думаю Идем Очень Хорошо Ноль Проблем Варлок Я Три Месяца Проходил Везунчика Посоветую Как Играть В Братату Короче Смотри В Братате Есть В Братате У тебя Есть Очень Четкий Порядок Действий В котором Ты должен Брать Апгрейды Первое Шесть Оружек Собрать Пока Ты не Соберешь Шесть Оружек Ты вообще Ничего Ни другого В магазине Не покупаешь Второе До Девятой Волны Ты собираешь Практически Только Урон И Ничего Кроме Урона И Уже После Девятой Волны Ты начинаешь Собирать Там Защиты Утилитарные Предметы И это Даст тебе Огромный Разгон По деньгам Ну это Если Говорить О боевых Персах Ну Везунчик Боевой Перс Да Мишка Да Мой Хороший Ооо Пушистый Мих Пушистый Мих Пришел Так Ну Попробуй Играть Одной Рукой Надеюсь Что Руины Не Будет Понял Я Всегда Раньше Начинал С брони Я Тоже Я Тоже Раньше Начинал С защиты И Короче Потом Все Ремя Проигрывал До Девятой Волны Собираю Урон И Все Будет Классно Опа О Собака Песель О Дворняшка Так Давайте Смотрите Вот с этими Ребятами Я даже не уверен Я дрался Написано Что дрался По-моему я с ними дрался Когда телегу Ремонтировал И проигрывал Так Шарпальщик Шарпает Так Низкий Выпад Бьет По первым Двум Целям И завершающий удар Окей Они ставят метку А потом наносят удар Я понял 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 Но первые две цели Это очень важно Собака Не знаем Что делает Уклоняется от атак И ты у нас Стрелок Ага Ты у нас Можешь Отталкивать Понятно Ну Ловите тогда Слепоту Первым ходом Я имею ввиду Слепоту Прям Нужно играть Кстати Сопротивление Слепоты Тебя сыграло Собака Собака Контератака И Она защищает Вот этого чувака Ага Я понял 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 Ясно Понятно Так Ну мы можем С собаки Снять уклонение Если на нее Кастанем Прицел Ну вообще То Можно просто Стрелка Побить Да У него Защиты От смерти Нет И Снять его И все Типа Пистолетным Выстрелом Его бонькнуть И норм Комбо 8 урона Боря Щит Не успел Скастовать Что-то Боря Сегодня Тупит И Давай Так У вас Что По 18 У тебя 13 Давай Тебя Вперед Ну-ка Иди сюда Подходи И на нем Метка Боря Может сейчас Щитка Стануть А может Добить Стрелка Наверное Наверное Разумно Каким-нибудь Крюком Крюком А не Крюком Нельзя Ладно Просто Добивай Его Конечно Большущий Уверкил Но лучше Чем дать Ему Ход 4 кровотечения На На Димоне Димон Мы не можем Себе этого Позволить Давай Давай будем Снимать С тебя Кровоток Это много Кровотока Так Собака Защищает Своего Хозяина Ага Угу Ну ладно Пускай защищает Мы пока С вот этим Разберемся Он тут Беззащитный Стоит Такой Инжалом Его Поньк У метка Ооо Сейчас я пожалею Что щиты Не поставил Да Так Сейчас будем Ставить щиты Так Ну и давай Добивай его Тоже Лечилки Ну лечилки У нас только Кровоток Будут снимать Я Наверное Сейчас Слепоту Сделаю Все таки А уклонение У собаки Сработало Но Ну слепота Была мне кажется Правильным ходом Так Зато сняли Контратаку Теперь Мы можем Пистолетом Собаки Контратака Ну тебе Лучше Под контратаку Не подставляться Наверное Давай добьем Этого большого Чувака С парами И Щиты Костану Ну нафиг Там метки Стоят Сейчас Как Даст Критана 20 Так Ну это тоже У нас только Кровоток Сейчас снимает С другой стороны Нормальной атаки У нас нет Давай снимем Снимем Кровоток Тогда И Что это у него За полоска Такая Интересная Внизу Желтая Под ХП Так Сколько у тебя Шесть Здоровья Да Я думаю Надо мне его Притягивать Или нет Или мне нужно Световую гранату На него бросить Или надо Притянуть Собаку Шесть Здоровья Выстрел Димона Наносит Три Шесть Мне надо Притягивать Надо Притягивать А Это Ход Все Количество Ходов В этом Раунде Я понял Теперь Я понял Так Собака Пришла Но тут Уже Мы На Автопилоте Я думаю Добиваем У Хороший Крит Собака В шапке Кстати И Давай Отличный Бой Это Это Означает Что у Него Остался Ход Еще Я Понял Я Кстати Не Знал Спасибо Чат Так И мы Едем В Лабораторию Академика Поехали В Лабораторию Академика Лишившись Рассудкой Духа В эмоциональном Потрясении Бедняги Бесцельно Бродят Среди Деревьев В забытии Ага А что это Такое А Какие-то Механоиды Что ли Урфин Джус И его Деревянные Солдаты Кто это такие Так Ну Димон Говорит Пустая Трата Сил И Получает Кольцо А Док Док Архаус Говорит Здесь Есть Инструменты Для Вскрытия Тебе Бы Все Вскрытие Делать Так Ну Давайте Вещицу Я не знаю Вещица Звучит Как Хорошо О Плюс Один Отношений И Скилл Смертоносность И Кукла Посредник Плюс 10% Урона За каждую Хорошую Метку Плюс 10% Получаемого Урона За каждую Плохую Интересно Хорошие Метки Это Бафы По нашему Боря У нас Все Время Под Щитами Но Честно Говоря Боря У меня Вроде Как С Хорошими И так Вещами Я Бо Ему Коня Не Хотел Бы Менять Конь Хорошая Нужная Вещь А Разбойнику Поставить Потому что У него Много Само О У меня Есть Идея Точно Точно Чат Дело Говорит Так 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 Смотрите Смотрите Короче Если мы Это Поставим На Разбойника То Он На себя Кастует Вот Эту Штуку Или Где Вот у него Точный Прицел Точный Прицел Ему Дает Два Бафа Дает Крит И Уклонение Да Знаешь Что Давайте На него Такой Тогда Билд И будем Использовать Он Будет Тогда Точный Прицел Постоянно Использовать И я Тогда С него Сниму Штандарт И Штандарт Мы Отдадим Тебе Держи Оооо Вот это Уже Что-то Интересное А еще У нас Кстати Димон Получил Какую-то Обилку Смертоносность Плюс 15% Крита Офигеть Имба Окей Вот этот Парень Будет Нашей Самой Имбой Димона Качаем В первую Очередь Он Будет Тащить Билд На Димона Какая Это Глава Самая Важная Первая Так Собаки Собаки Кусаки Ха Собака Защищает Собаку Ооо Они работают В паре Так У тебя Ослепление У тебя Ослепление У тебя Кровотечение Ну Щиты Наверное Есть смысл Щитка Стануть Хотя Тут Собаки Может Против них Щиты Не нужны Но Знаете Что Давайте Не будем Не будем Менять Тактику Тактика Со щитами Со старту Всегда Работает Пока что Всегда Работала И Работает Не трогай Все Кровоток Накладывает Может У меня есть Смысл Профилактику Костануть Но Честно Давай Давай просто Добьем Вот этого чувака И все Я очень рад Что я сделал Что я сделал Защиту Да И мы не будем Выделываться Мы просто Вот так вот И все Минус один Сделаем Теперь Ты у нас Должен Колдовать На себя По идее Этот Криты Да Но с другой Стороны На собаках Есть уклонение Поэтому Может быть Мне Есть смысл На собаку Костануть метку И снять С нее Уклонение Пока что Да Вот так Вот сделать У собаке Теперь Нет уклонения И мы хотим Снять Кроват Оп Нам нужно Бафать Димона Но у Димона И так Два бафа Смотри 4-9 Урон У Димона И он Словил Контр-атаку Я забыл Забыл Про контр-атаку Блин Черт Ну ладно Что ж Ладно Давай Попробуем Тебя Добить Ну уклонение Сработало Но тут Должны Ничего Не сделать И давай Полечим Давай Полечим Кровоток Пускай Доктор Работает Кровотоки Снимает Нечего Ну и тут Тут уже Пару Ударов Пробуем Добить Димона Легчайший Бой Доктор Может Костануть Баф А Профилактика Доктора Вешает Баф А это Метка Баф И метка Это Две Разные Вещи По-моему Баф Записывается В стрелочке А метки Ставятся Под героем По-моему Это Ребят Друг Ты не понимаешь Это Другое Классический Случай Ломай Все По-дороге Наезжай На ящики Так Оазис Так Ну что Баристан Предлагает Отдохнуть Получить Плюс Сто Процентов Здоровья И Немножко Факела Получить Черту Болезненность Так Чат Нужна Ваша Помощь Это Даст Ему Черту Болезненность Или Это Вылечит У него Черту Болезненность Кто-то Знает Да У него У него Есть Болезненность Сама По Себе У него Есть Минус 20 Сопротивление Болезни Это У него Болезненность Ну я знаю Что у него Болезненность Может это Влияет На эффект Оазиса Без понятия Рубрика Эксперименты Сейчас проверим И Чего? Глотает Ох А ну и Ничего не Случилось Возможно Из-за Из-за Болезненности У него Был шанс Получить Болезнь Во время Отдыха Наверное Скорее всего Так Ну короче Точно узнали Что оно Ее не лечит Ну ладно Так Стой 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 Стоять Маруська Нам направо Нам нужна История Героя Ой Стреляют Бандиты А может быть Болезненность Дала Возможность Этого Ивента Цветилище Раздумий Мы можем Наемника Отправить А нет Наемник Просто Уходит Такой Развернулся И ушел Я понял Ну что Ну давайте Отправим Давайте Димона Отправлять Димон Типа Тащит Хотя Доктора Открывается Массовый Яд Ну давай Давай доктора За массовым Ядом Оно Все равно В этом забеге Работать Не будет Глава Первая Крилежная Студентка Чат Идем В школу Блестящие Смелые Ее нестандартные Теории На четвертом Курсе Вызвали Лишь Ожесточенные Дебаты Насмешливый Шепот И презрительные Взгляды Ее ровесников Преподавателей Как ни странно Лишь заставляли Ее снова и снова Проводить Внеучебные Эксперименты Своим Скальпелем Она могла Открыть Тайны Человеческого Тела Жизни И смерти Только нужно было Достать Труп Посвежее Прямо как я В универе В доту Когда играл О какая она Веселая Погнали Все что ли Глупцы Заурядные Скучные Глупцы О смотри У нее Скилл Открылся Бодрящий Пар Навешивает Этот Навешивает Баф На атаку Союзнику Мы его Не можем А мы можем Прямо на ходу Менять Но если Она у нас На четвертой Позиции Работает Ей точно Не нужен Удар Кинжалом Так что Его можно Убрать И поставить Бодрящий Пар Будет Бафать Будет Бафать Ну тогда Надо было Димона Отправлять Тогда Нужно было Отправлять Димона Оф Ничего не видно Так нам Всю броню Сломали Ну тут Ну тут уж Ничего Не сделаешь Да Воу 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 Оплот Забвения Здравствуйте Что тут у вас В оплоте Ааа Древние Непознаваемые Ужасы Из глубин Точно Именно То что нам Нужно Воу А у Димона Задебафали Смотри Вот гады Вот Жиж Так Ну давай Смотреть Кто такие Ктулху С двумя Мечами Ашминог Благовестник Так, он бьет по первым Двум позициям, да? Ну и какие-то бафы вешает, но тут что сделаешь Окей, первые две позиции То есть щит актуален Понял У него шанс получить Невидимость Ты Табуретка Табуретка просто какие-то бафы вешает Понятно Ты Херувим Сразу по морде видно, что тот еще Херувим Ты у нас бьешь Тоже вот из того, что я вижу по первым позициям И ты у нас глашатай У тебя что-то там вон висит Ты смотри А это у тебя мозг выпал что-ли наружу? Я не знаю, что это у него тут висит Короче, вот он бьет Уже по всем и по последним позициям Ладно Доктор Нам срочно нужен слепящий газ Давайте Доктор всегда начинает со слепящего газа Потому что имба Как бы нам снять слабость с тебя Такого у нас ничего и нет, да? 28 здоровья 20 14 18 Я предлагаю попробовать снести вот этих ребят первыми Или табуретку можно сломать Ну логично, у них ни щитов нет, ничего Так И мы можем попробовать подтащить их Крюком Или бросить слеповую гранату А, слеповая граната накладывает дебафы под меткой Тогда лучше крюком подтащить, да? Давай Кто из них опасней? Херуим? Или Вот этот вот Ну этот еще лечится А у него реген Ну У этого чувака поменьше здоровья, да? Слабость накладывает А ты что? Поджигание кровотечения Так Ну поджигание кровотечения мне меньше нравится Давай иди сюда Иди сюда Так Этот у нас забафался Окей Следующий навык будет критом у него Ага Так Ты Димон Ты должен использовать точный прицел у нас Мы будем твоей тактике придерживаться Мы точный прицел Мы тебя бафаем Мы хотим снять слабость с димона Но нам еще щиты надо кастануть Слабость на димоне это плохо Как он будет ваншоты навешивать? Давай 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 снимать слабость Аааа Снятие слабости дает щит самому Баристану Тогда нормально Доктор схватил слепоту Ладно Баш на баш Просто представь Как я буду хорош Если забафаюсь на плюс криты Получу плюс атаку от доктора И наемник накинет на врага метку с уязвимостью Никакой босс не устоит Дисмас Знаешь что? Ты меня уговорил Держи Держи баф на силу Пожалуйста Так Вполне разумно Дело говорит Абсолютно дело говорит Спасибо тебе большое за донат Спасибо за 100 сердечек Так Ну щиты получил этот чувак Но я все равно надеюсь Что мы его сможем добить А твоя атака по метке ничего не дает Давай его атаку Здесь будет 7-11 урон О В щит В минус 50% Урона Это он вот так что на 32 что ли кританул Окей Знаешь что Гордон Отрабатывает свои монетки Мое уважение Мое уважение Так Глубокий разрез должен ударить на 16 Но 16 будет в щит Поэтому нам лучше на 21 урона Снять Херувима Да У Херувима нет защиты от смерти Ну да 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 Потому что это будет ваншот 100% крит Димон Красавец Просто Пушка Ты знаешь что? Давай прикрывать Димона Димона надо защищать Отлично Уклонился Красавец Мы правда под слепотой Но Пофиг Угу Угу Все под щитами Ладно Слепота Слепоту нам пока нечем снять Ну раз нам нечем снять слепоту Мы тогда будем Начнем сбивать Начнем сбивать щиты С этих чуваков И сейчас табуретку Разломаем А потом уже будем Большого бить И мы Наверное Хотим А мы хотим С тебя снять невидимость Да? Или будем табуретку Ломать сначала Я думаю Димону Всегда бы Надо точный прицел Делать Да? А Димон Всегда хочет Кастовать Точный прицел Тут Надо привыкнуть И не жадничать И не тупить Так Ты не можешь ударить Мы можем Сделать А давай Мы тебя просто Притянем Сейчас вперед И метку На тебя поставим Так Ты у нас Один урона Плюс кровотечение Но доктор сейчас Разберется с кровотоком Не проблема Держим ХПшку На большом Размере И у нас что? Опять что-то кастует Опять щиты Опять скрытность Ну вот Теперь До свидания На 33 критом Хорошо Ой Хорошо Так А Мы не можем Его атаковать Потому что Трупы Да? А ничего Мы невидимость Можем снять С него меткой Да И Теперь Опять Димону еще Баф на урон Дать? Я имею ввиду Да? Почему нет? Держи Димон уклоняется Он так Хорош Теперь Сбиваем С тебя Щиты Да Плюс Лечим Борю Че ты там Че ты там Делаешь? Успокойся Обратной дороги Нет Ты не понимаешь Тебе конец Наемник Сильнее Димона? Я не уверен Сейчас посмотрим Ну-ка Димон Покажи ему Тридцать три О-хо-хо Так Спротивление смерти Ноль Добиваем До свидания Знаете что? Хорошая работа Команда Отличная работа Сыграли Красиво Плюс прокачка Плюс пламя Очень хороший бой Прямо Команда Супер Хорошо работает Ну Наемник У нас Трудится Но Димон Димон Просто Пушка И как мы Удачно Для него Баф Анлокнули У доктора Прямо Очень Удачно Так Порыв тьмы Скверно Раскрывает Потенциал Вещиц Еретиков Плюс 50% Сопротивления Яду В начале Хода Если есть Яд То Плюс Этот Топ Плюс Стресс Кодило Очищение Сопротивление Болезням Сопротивление Дебафом Но меньше Сопротивление Оглушению Ага Ну Вообще Неплохие вещи Топ Команда Танк Бафера Два Дамагера Кстати У нас Так и Есть Да Танк Бафер Два Дамагера Вы правы Так Ну Давай Доктору Дадим Сопротивление Яду Да Пускай Будет Типа Типа У доктора Будет Девяносто Сопротивление Яду Почти Иммун Почти Иммун Эм Наемнику Он сейчас Уйдет После таверны Вообще У него Вещи Забрать Надо Да Типа Иди нафиг Да Кыш Отсюда Пошел Вон Из моей Команды Потому что Таверна Вот уже Впереди Поехали И Первый регион Я бы сказал Это самый лучший Забег За всю историю Наших Спрохождений У нас Полное ХП Стресс Практически На нуле Мы нашли Крутые Вещицы Мы сделали Билд Ого Тут Сколько Черт Все Приобрели Бористан Получил Танатофобию Это плохо Да И когда Мало здоровья Он получает Дебафы Боря Еще Получил Книга Сжигания Любит Жечь Книги Молодец У Димона Боязнь Бандитов Ну Ты Че Димон Дурак Что Ли Ты сам Бандит Че Че Ты Боишься Еще У Димона Гемофилия Плохое Сопротивление Кровотечению Бонни Получила Ушлость Скорость Фигня Так Она в таверне Просидела Привередливость Так У доктора Плюс 100% Обнаружение Опасных Дорог Это очень Полезно Так И еще Книга Сжигания Ну Ничего Такого Ничего Такого Супер Важного А А А А А А А 66% Сопротивление Кровотечению Ну-ка Иди сюда Так Так А А у кого У нас Да Гемофилия У тебя Ноль Сопротивления Кровотоку Ам Стоит ли Димону Дать защиту От кровотока Но пожертвовать 15% Урона У нас Висит у него 15% Урона И Минус 3 скорости Может Может быть Стоит Типа Кровоток Вообще Будет 60 Или Будет Да Будет 66 Лучший Дамаг Мне тоже Так Кажется Потому что Типа Сопротивляясь Кровотоку Мы У нас Доктор Лечит Окей Да 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 Просто Бинтов Запасем Да Побольше Хотя Тогда У него Скорость Будет Знаете Что 5 Скорость Может Быть С его Супер Этими Ударами Скорости Нужна Типа Он такой Забафался И на следующий Ход Он ходит Первым И снимает Чуваков Нужно Бафать Димона На урон Но мы Хотим Смотрите Первый Ход Димона Димон Такой Берет Снайперскую Винтовку Настраивает Знаешь Как Про киллеров Фильмы Смотрите Он Достает Чемодан Открывает Достал Снайперку Все Сложил Присел И Прицеливается Это его Первый Ход И только На второй Ход Он Делает Поэтому Ему Нет Смысла Ходить Первым В первый Ход Он Все равно Будет Бафаться А вот Второй Ход Чем Быстрее Он Сходит Тем Лучше Чтобы Сразу Сделать Выстрел А Патчат Говорит Точный Выстрел Даст Скорость Не Даст Точный Выстрел Дает Крит Дает Уклонение А скорость Он дает Только При Апгрейде Хотя Апгрейд Мы Делать Будем Сними Второй Релик Он Нам Хуже Делает Где Вот Второй Релик Как Раз Для Него То Что Нужно Второй Релик Ему Дает Урон За Каждую Хорошую Метку Или Пофиг На это Сопротивление Кровотечению Знаете Что Да Пофиг Убираем Короче Сопротивление Кровотечению К чертям Здесь Тоже 15% Урона Это Как Два Бафа Считай Почти Полтора Баф Повесить Не Все Нафиг Так Делаем Как Есть Да 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 К черту К черту К черту К черту Давай Кому-то Другому Дадим Спротивление Кровотоку Я не уверен Что Боре Нужна Вот Эта Штука Штука Типа Он Когда Сопротивляется Оглушению Получает Хорошие Метки Вот Ему Наверное Сопротивление Кровотоку Логично Поставить 96 О Вот Вот Это Оно Так А что Там У нас У тебя А у тебя Вообще Ничего Нет Ну На Тебе Вот Это И На Тебе Что Че Тебе Дать А и Вот Это Вот Держи Хотя Ты будешь Слабость Постоянно Ловить У тебя Пофиг На Слабость Да Все Равно Огонь Навешиваешь Да 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 Хотя Нет Тебе Этот Релик Не Очень Хорошо Подходит Потому Что Ты Все Ремя Тоже Будешь Первая Ходить Нет Давай Тебе Тогда Вот Это Поставим Сопротивление Болезням И Дебаф Я Не Знаю Разве Наемник С этим Реликом Не Сам Пришел Да Я У него Украл Одолжил В смысле Мы Реквизируем Этот Корабль Так А нам Нужна Еще Ладно Сейчас Разберемся Со Всем Остальным Давай Сначала Апгрейд Делать У нас Есть Двачка Апгрейд Мы Точно Грейдим Димона По полной Окей Точный Прицел Обязательно Нужен Без Вариантов Мы Будем Использовать Каждый Ход И Снайперский Выстрел Я думаю Тоже Апгрейдим Я Не думаю Что Я Буду Много Дуэльный Выпад Димоном Использовать Хотя Он Дает Контратаки И Все Все Дела Хотя Здесь будет Уклонение И Три Контратаки Блин Тоже Хочется Но Тут Либо Использовать Дуэльный Выпад Либо Использовать Прицел Одно Из Двух Они Вместе Не Имеют Смысла Хотя Да Прицел Я уже Загрейдил Давайте Все Таки Выстрел Выстрел Я Прям Хорошо Использовал И Знаешь Что Работает Не Трогай Тактика Работала Как Часы Каретная Мастерская Нам Надо Починить Карету И Мы Ничего Для Кареты Купить Не Можем Пойти В Лавку И Купить Ассессуар Для Дилижанса Какой Нем Если Де Де Сковородка Перед каждой остановкой шанс приготовить блинчики Железный фонарь минус расход пламени в пути Но с пламенем вроде проблем нет Окей Давай купим Восковой инокулянт 33 сопротивления болезням до нового трактира Моя новая тактика тратить все деньги под ноль Так Лекарства от Болезней тоже пригодится Давай Защиту от ожогов тоже закупим Можно еще немножко вот этого И Сопротивление огню Тоже давай приобретем Пускай будет Так Ну скиллы что-то мне тут не нравится Вещицы у нас хорошие Так Почему Враги не стреляют по лошадям А в карету Потому что лошадки Всем нравятся Чат Ну вы злые Ой не Не надо конец похода Надо всех покормить героев А где у нас предметы трактира Ага Так Давай Сопротивление болезням у нас 55 30 Давай Димону Чтобы он не заболел На Димон Лечись Сопротивление огню У нас Кого плохое У всех по 30 Будет Да Ну я предлагаю Димону Чтобы он Не подгорел И Есть еще вот этот Трешовый хавчик Который Болезни с шансом 5% Добавляет Может не надо Его жрать Дает 10% Максимального здоровья До нового Трактира Я думаю Я думаю Нам это не нужно Я думаю Это лишнее Окей Бонни Держи тебе Лекарство от яда Будешь носить с собой Так У тебя чего Зачем Мастер ожогов Хорошо А ты можешь с собой Несколько пачек взять Две можешь Окей Так Димон У тебя Вот это защита от смерти На всякий случай Пускай будет Вот это защита От мисплеев И У тебя тоже Лекарство от яда Тебе это не нужно Ты держи Ладану Все Все По-моему Мы готовы К сожалению Какая-то у нас Плохой магазин Нет нормальных Предметов Для трактира Не в карты Поиграть Ничего Фигня Магазин Вот О, у нас даже выбора Никакого нет И квест Пройти регион Без аксессуаров Дилижанса Пройти регион Без аксессуаров Дилижанса А у нас есть Аксессуары Дилижанса А у нас нет аксессуаров Дилижанса Потому что я ничего Не анлокнул Изи Квест Самый легкий Квест В истории Его невозможно Провалить Физически Даже если Очень захочется Ладно Погнали Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...